это forza 4 и я решил что надо повторить эксперимент такой как вот на джойстике было то есть сравнить те же самые машины для начала ну чтобы как сравнить примерно как на джойстике на руле они но это будут три машина ferrari fiat 500 и что-то там еще peugeot 908 было вот потом уже как пойдет возможно какие-то другие модели как обычно ничем пока сказать не могу такого конкретно такая нейтральная поворачивание занос причем довольно легко гасится на малой скорости на большой то я знаю что нетрудно что тут скажешь небольшой снос как у ехать приятно но в основном из-за звука физика тоже нормально вполне такая может продвинутая как там гран туризма 6 труд немножко не очень по обратной связи но это понятно в данной игре просто так дела получается что как так же как в тесте на на джойстике forza 4 самое бледное сказать про нее получится что нечего сейчас посмотрим как тут она поедет думаю что бы интереснее наверное степа джойстик хотя на джойстике там активное руление отключается или включается или отключается поэтому она кажется живее а на руле может быть то же самое немножко другие ощущения фидбэк немножко получше но не то что прям сильно а подождите надо маленько кто-то еще настроить поставить настройку для форзи на руле потому что есть настройка в смысле для гран туризма отдельная тормоза 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 походу тут я в этом повороте не тормозил в форзи 4 сегодня да со всего хода но такое ощущение что реально тормоза как бы слабее работают это может быть реалистично реально стоковая машина форзи как будто 4 как будто бы тормозной путь покороче был уж вообще я боюсь теперь про это говорить потому что после того как я узнал что формула 1 форзи тормозит два раза короче тут маленькая ошибка ну ладно не будем отвлекаться что тогда говорить про нее ну звук конечно не торт по сравнению с нормальным управляемости каких бы получше машина как-то так пожилее сейчас посмотрим что это придумало на торможении немножко ее так чуть-чуть крестит крестит повороте примерно похоже на форзи 4 вроде все так правильно и немножко немножко как бы недостаточно хотя форзи 4 если добавить газа то она сразу в занос пойдет здесь я пока не знаю медленно повороте как бы сначала упирается потом уже ну в общем то тут есть такой да ну как бы заносник только немножко не такой но почти такой же ну че еще сказать про нее машины я ставлю такие то есть я вообще никто не ставлю я купил машину да вот два фасала не все какие вещи на такие вещи то что там рекомендуется некоторые рекомендуют стать послабее шины там типа дорожные там мы смотрим как она сделана в стоке не знаю насчет тормозного пути может мне показалось ну я и раньше замечал что есть как-то так иногда на немодифицированных машинах тормозной путь это настолько вот что как будто бы подлиннее чем 4 5 ну в принципе то так то так так а вот насчет подвески там все эти когда типа перекладывание там мыши подвеска работает с шином там в данном случае так как я об этом ничего не сказал то значит я делаю вывод что я ничего не почувствовал значит в принципе тут в данном автомобиле шины на руле по крайней мере на руле так прям в глаза не бросается резко ну то есть как бы да и есть улучшение ну форзе 4 кстати тоже же модель шин есть просто может быть чуть менее совершенна но все таки она есть например у кронтризма 5 вообще ее нет и поэтому там отличие GT6 от форзе 4 просто колоссальные но такого большого скачка в этом плане на руле не чувствуется несчет шин на данной машине на данной красе и данном стиле езды и по подвеске тоже как-то нет подвеска больше заметного машин у которых она такая кренистая такая мягкая вот там перекладывание всякие распределения веса поворотик и торможение там это все заметить здесь иерария все таки она такая гоночная спортивная и может даже активная подвеска то есть с активными эмортизаторами короче жесткая и поэтому не особо направляется ну что могу сказать так ездить то трудно сказать где поприятнее но тут форзе 4 как-то более там и фидбэк хуже и рулится она как-то там так по более вязко что ли ну как-то так вот а тут чуть-чуть поживее чуть-чуть так более как бы воздушное руление как я в общем-то и раньше замечал что в gt6 вождение она такая легкая воздушная как вот на данной машине на других не знаю как получится а форзе 4 она во первых более скучная там мало тут я хоть что-то рассказал а форзе 4 вообще ничего там маловато эмоций на этом треке так-то вообще-то там это достойная игра и там можно тестировать машины и все такое но в сравнении с gt6 там как-то так все более сдержанно и как-то более вязко более так скучно а тут поинтереснее немножечко ну звук ну хотя вот при такой физике допустим даже как-то на звук особо внимания обращаешь если бы при такой физике был бы звук еще нормальный да как мы сейчас увидим допустим в пятерке то это было бы вообще ништяк потому что я даже вот при такой физике даже не обращаю внимание особо на звук на то что тут посадка перед рулем может не такая правильная как f4 f5 ну когда маленько подальше сидит от руля на недостатки графики там какие-то физика хорошая ей бы еще вот картинку и звук тогда было бы вообще нормально сейчас посмотрим как тут форзе 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 на какой-то острый легкий невероятно то есть я вот признаюсь это я не первый раз уже сейчас пытался стартовать но меня удивило то что как руль себя ведет я проверил там все настройки не слетели ли они потому что вроде все нормально 900 градусов он прямо такой вот на малых углах он прямо такой легкий острый даже посмотрите как реагируют руки виртуального пилота также и в общем то и здесь тоже крутится ну звук своеобразный даже чем то даже поинтереснее чем форзе 4 мне так показалось может быть не такой яростный но может более реалистичный ну а уж шесть и тем более руление отличается ну понятно что руль другой ладно на это не будем обращать внимание руль более высокого класса вот шины чувствуют как то даже хорошо может быть из-за звука может просто звук шин сделан так но в принципе поведение такое же как и в предыдущих двух играх вот так вот сначала упирается передком да если добавить но опять же я добавил ничего не произошло а там а там было бы занос и в gt6 и в forze 4 машина довольно такие вот заметно знаете что не знаю она наверное того же года что и в тех играх но она стабильная какая-то там она в gt6 и в forze 4 она все таки такая какая-то немножко вердлявая но как по среднемоторному здесь она такая ну достаточно стабильная вот передком служит ну то есть что угодно только не занос заносов я пока на ней не обнаружил хотя казалось бы forze 4 там в смысле forze 5 такая агрессивная начинается опять же все легко и просто что странно торможение на порядок лучше вообще это такая тема с торможением это надо наверное отдельно проверить в видосе потому что реально тут как-то без сравнения конечно может незаметно но торможение немножко покороче чем в gt6 и forze 4 тоже покороче что это я не понимаю но хотя я вот тестировал одинаково абсолютно lexus стоковый тоже lfa на время круга вот на этой же самой трассе да и там не знаю как точки торможения но там по крайней мере время круга было абсолютно одинаково у меня вот gt6 и forze 5 абсолютно одинаково время круга но при этом кажется что почему то что gt6 тормозной путь по крайней мере у ferrari не знаю как бы lexus тормозной путь длиннее и машина дальше тормозит как тогда время круга одинаково получается прям до до секунды у меня получилось одинаково учитывая мой уровень ну вождение далеко конечно до рекорда но прям одинаково ну что сказать про игру про эту физику тут в принципе ездить приятнее за счет звука за счет фидбэка на руле трассмастер что еще шины не знаю как они работают но по крайней мере иллюзия такая приятная что по звуку и по ощущениям и по опять же фидбэку на руле как бы приятнее вроде но вспоминает gt6 такой прям такой снос прям заносов то вообще нет под газом вот вспоминает gt6 все таки gt6 она такая какая-то на данной машине хотя можно в занос вот так вот устроиться добавить газку но что интересно занос я еще давно заметил форзе 4 он же начинается с пробуксовки а пробуксовку удобнее чувствуется почему-то то есть вообще никак и ты как бы только можешь гадать примерно так даже трудно так сказать ну как бы ты знаешь что при определенных оборотах там определенные акселерации он начнется занос на момент когда начинается буксование его как-то не ощущаешь это трудно с этим бороться так если может быть ехать побыстрее тогда будут какие-то проблемы с управляемостью заноса короче говоря gt6 более такая вот легкая подтверждается моя уже давняя такая тоже история такая мысль что gt6 это как танец пабочек каких-то таких паркающих ботыльков как вальс легкая такая воздушная походка и в общем-то ездить там легко и приятно и все так это это ну а один круг всего или два короче подводим итоги forza 4 скучная получилась в данном случае ну и вообще она наверное скучная в сравнении с этим то есть там ни о чем просто едешь и все но такая немножко вязкая управляемость маленько такая gt6 приятная легкая такая воздушная интересно несмотря на то что там звук плохой графика не то по сравнению с этой но там приятно и хорошо я даже назвал ее хорошую физику достойно здесь как-то по-другому здесь похоже на forza 4 только улучшены шины там звук маленькая ну фиг бы там ну опять же расклад такой же что forza 4 хуже да gt6 и forza 5 они как бы на другом уровне но что лучше я не знаю мне понравилось опять все блин то же самое что на джойстике мне понравилось есть больше gt6 там как-то поиксели поинтереснее да ну чуть-чуть так вроде бы здесь ощущение более такой солидные ну и все но если бы была одинаковая роль допустим и там одинаковое фидбэк было бы да потому что gt6 там с фидбэком с обратной связью что-то там они намутили не то оно не очень хорошее то тогда я думаю gt6 бы выиграла наверное если бы все было в одинаковых условиях просто различались бы только физика игры если бы был одинаковый звук графон так что ну форза 4 пятая форза тоже приятная в общем-то поездить так вот какие-то такие ощущения более какие-то взрослые что ли такие кажется ну субъективные так что что лучше ну gt6 лучше но форза 4 то блядь форза 5 тоже хорошая короче вот так вот блядь 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 Продолжение следует...